МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыков. Сегодня у меня в гостях первый заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района, Ирина Иванова. Здравствуйте, Ирина Витальевна. Я хочу еще раз обратиться к нашим зрителям, напомнить, что программа идет у нас в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-1440, 567-1450, и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. Поясню также, опять же, для наших зрителей, что, Ирина Витальевна, у нас не только второй человек, второе лицо в районной администрации, но еще в ведении вашем непосредственно находятся такие важные направления, как промышленность, сельское хозяйство, то есть экономика районная, плюс распределение жилых и нежилых помещений, это и жилье, естественно, производственные площади, ну, наконец, предоставление земли тем, кто в ней нуждается. Это вот, ну, и все остальное тоже, но это как бы главное. Поэтому давайте вот начнем с самого, может быть, главного, да, это экономика, естественно, экономическая ситуация в стране у нас сейчас, ну, так скажем, как говорят эксперты, достигла своего предела, но пока еще не сильно развивается, то есть вроде какой-то прогресс обещают нам уже, даже в этом году небольшой рост экономический, экономический, но пока вот находимся в состоянии стагнации, поэтому хотелось выяснить, как у нас обстоят дела в Щелковском районе, все-таки у нас и промышленность достаточно развита, такие предприятия, пускай, может быть, это не тяжелая промышленность, конечно, но тем не менее есть предприятия федерального масштаба, всероссийского масштаба, именно, как мы говорим, крупный бизнес, это практически 10 предприятий, ну, все знают, конечно, это и Щелково хлеб, который можно встретить и в Москве, и в других образованиях Подмосковья, это, конечно, федеральное значение предприятия Валента Фарм, производство витаминов, Щелково Аграхим, ну и так далее. Они, конечно, являются достаточно серьезными налогоплательщиками. Есть предприятия, так скажем, высоких технологий, это Газпром космические системы, спутниковая связь, как у них обстоят дела, какое сейчас состояние. Совершенно справедливо вы заметили, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, Щелковский район, безусловно, является очень промышленно развитым районом, на нашей территории находятся 47 крупных и средних предприятий, это действительно те предприятия, о которых вы уже сказали. Инвестиции, конечно же, играют большую роль в наращивании и поддержании экономического потенциала района. Несмотря на наблюдаемый в 2015 году небольшой спад в влечении инвестиций, оборот компаний, таких крупных, как Валента Фарм, как Щелково Хлеб, Щелково Аграхим, он, несмотря на непростую ситуацию, вырос. Надо заметить, что оборот компании, например, Щелково Аграхим в 2014 году составил 5 миллиардов рублей, а в 2015 году 11 миллиардов. На сегодняшний день за 5 месяцев, в итоге, по работе 5 месяцев, уже достигнут оборот компании в 11 миллиардов рублей, и в планах компании повысить свой оборот до 20 миллиардов рублей. Так что, несмотря на то, что все-таки ситуация в стране экономически очень непростая, отток инвестиций, безусловно, был, но оборот компаний, он не уменьшился. Немного у нас снизились обороты металлургической компании, а что касается основных ведущих компаний нашего района, то их оборот даже увеличился. Ирина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о таком проекте. Я еще хотела добавить, что объем налогов в поступлении в бюджет увеличился за прошлый год на 11%. Ну, это в совокупности от всех предприятий, большого, крупного и малого и среднего бизнеса. Но вот хотелось бы поговорить о том, что наша администрация делает для поддержки предпринимателей, о таком проекте, который, в общем-то, не так давно у нас начал реализовываться. Это инвестиционные часы, так называемые, в районы администрации, что создан штаб по созданию благоприятного инвестиционного климата у нас в районе. Хотелось бы более подробно узнать о том, какие проекты сейчас находятся уже в стадии освоения. В конце прошлого года был создан штаб по поддержанию создания благоприятного климата. Этот штаб у нас начал работу с начала этого года. На данный момент на инвест-часах были рассмотрены 25 проектов. Из них в работе находится 21 проект с привлеченными и планируемыми инвестициями порядка 10 миллиардов рублей. Этот штаб проходит у нас по четвергам, еженедельно в 10.30. Приглашаются все желающие, все предприниматели, которые могут представить свой проект. Штаб его рассматривает, принимает по нему решения. И в дальнейшем полностью сопровождает этот проект вплоть до начала его реализации, получения всей исходной разрешительной документации. Хочу отметить, что в этом году из 25 проектов были представлены, на мой взгляд, очень интересные проекты. Это Фрианово Агра. Это большой сельскохозяйственный проект, посредством которого мы планируем вовлечь в оборот около полутора тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В основном это будет производиться сельскохозяйственная продукция, зерновые, бобовые. 50% площади они планируют засевать картофелем. Вся продукция будет реализовываться в нашем Подмосковье. Помимо этого было рассмотрено два тепличных комплекса, также очень интересные проекты по выращиванию огурцов и помидоров. Были еще очень интересные проекты производственные. Это у нас НПП, столько к нам обратилось. Это Фрязинское предприятие, градообразующее. Да, 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 градообразующее, как вы знаете, в этом году оно получило статус экономической зоны особой. И в связи с тем, что им необходимо дальнейшее развитие, а территории нет, Фрязина обратилась к нам в администрацию с просьбой помочь в поиске необходимого земельного участка. Мы рассмотрели этот проект. Земельный участок был подобран. Сейчас ведется работа по дальнейшему его оформлению и предоставлению. Мы обратились в Министерство инвестиций и инноваций, Министерство имущественного комплекса. Ведем планомерную работу в этом направлении. Ну а что исток будет делать? У них же высокие технологии. СВЧ, печи? СВЧ именно, да. Эта земля им необходима для того, чтобы компания МайТек, это дочерняя компания, именно этим же она и будет заниматься, но для того, чтобы развивать свои производства им необходимы дополнительные площади. Вот эти площади мы готовы им предоставить. Мы еще вернемся к сельскому хозяйству. Хотелось бы сейчас закончить тему инвест-часов. Вы сказали, что предприниматели приходят, вы приглашаете всех желающих со своими проектами, но это вот должны быть обязательно такие вот действующие уже предприниматели, да, которые крепко на ногах стоят? Или может прийти начинающий со своим бизнес-планом? Мы рассматриваем не только крупные проекты. Что касается крупных проектов, здесь цель основная состоит в том, чтобы предоставить земельный участок путем подписания соглашения с губернатором. В связи с тем, что новое земельное законодательство, оно предполагает предоставление земельных участков с аукциона. Но когда речь идет о реализации проектов от 50 миллионов рублей инвестиций, мы можем подписать соглашение с губернатором. Но, помимо этого, любой предприниматель может к нам обратиться с любым проектом, представим бизнес-план, мы его рассмотрим и, безусловно, окажем любую поддержку в реализации этого проекта, в сопровождении всего проекта. Для этого и, собственно, был создан этот штаб. Это, знаете, как система единого окна. Предприниматель не должен бегать по различным кабинетам, вы знаете, это всегда бывает очень сложно. Он может обратиться к нам в штаб, штабом занимается отдел промышленности, сельского хозяйства. И, соответственно, мы окажем ему всю поддержку и все сопровождение у проекта, вплоть до подписания либо соглашения, либо предоставления земельного участка. Поэтому каждый человек, дорогие и уважаемые наши предприниматели, может обратиться и презентовать свой проект на нашем институционном части. Мы его всегда приглашаем посредством СМИ, посредством интернета. Информация у нас висит на сайте. Милости просим. Четвергам в 10.30. Давайте, чтобы не быть голословным, у нас есть видеосюжет, как раз такой маленький, короткий видеоотчет о крайнем заседании инвестчаста. Там как раз и некоторые цифры прозвучат, которые полностью покажут то, чем занимается штаб по созданию благоприятного инвестиционного климата. Давайте посмотрим видеосюжет. 25 проектов на сумму почти 10 миллиардов рублей в общей сложности рассмотрели на заседаниях в администрации Щелковского района в рамках так называемых инвестчасов. Таков результат работы общей группы по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе. Из этих 25 несколько проектов уже находятся на стадии реализации. Многие вопросы, которые мы рассматривали ранее на инвестиционном часе, приближаются или к завершению начального этапа оформления земельного участка, или в процессе. Есть уже, там где уже вышли на реализацию основной части проекта, это производство. Ну это немножко. А это пилеты, рыболовное хозяйство. Инвестиционные часы продолжают привлекать внимание инвесторов. На очередном заседании рассмотрели 5 проектов. 150 миллионов рублей в строительство тепличного комплекса для цветочных растений предлагают вложить представители группы компаний «Нали». Новый объект позволит создать порядка 80 рабочих мест. Для предприятий уже подобрали участок в селе Петровское сельского поселения Огудневское. По словам предпринимателей, их цветы смогут составить конкуренцию импортным, ведь цена на них будет значительно ниже за счет меньших транспортных расходов. Изготовление изделий из искусственного камня, стелла, арт-объектов и многого другого – такова направленность еще одного проекта, представленного на заседании. Предприятие «Абрисрез» существует с 2012 года, но прежде работало в Ногинске. Теперь предприниматели хотят перебраться в Щелково и развивать свой бизнес здесь. Планируемый объем инвестиций – 150 миллионов рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 80 единиц. Предпринимателю предложили участок на Соколовке, работы по проекту продолжаются. Также на заседании рассмотрели еще несколько перспективных идей – строительство торгово-развлекательного центра, создание моек самообслуживания и организация дома технического творчества. Ну вот, соседи из Ногинска перебираются к нам в Щелково. Ирина Витальевна, такие цифры позвучали, да, насколько рабочих мест пытаются создать вот по этим двум новым предложениям. 80 мест у каждого – это много или мало вообще? Ну, 80, конечно, это немного, это не предел. В прошлом году нам удалось создать порядка 450 рабочих мест. В этом году мы ожидаем при реализации вот наших проектов, которые в данный момент рассматриваем и еще будут рассмотрены до конца года порядка, создать около 1000 рабочих мест. Поэтому, безусловно, это очень хорошие наши проекты, которые позволят все-таки нашим людям не ездить в Москву, а оставаться здесь у себя в Щелкове и работать, успешно трудиться на наших новых предприятиях. Ну, вот мы уже затронули тему сельского хозяйства, развития сельхозпроизводства в нашем районе. Еще в прошлом году, в конце прошлого года на двух наших крупных таких ярких сельхозпредприятиях побывал министр сельского хозяйства Московской области. И давайте посмотрим сюжет. Он совсем не устарел, потому что все так же продолжается. Ну, а потом поговорим о перспективах. Давайте посмотрим еще один сюжет. Как говорится, все свое, родное производит фермерское хозяйство псарьки. Тут и коровы, и свиньи, и даже небольшой птичий дворик. С отечественным производителем знакомится министр сельского хозяйства региона Дмитрий Степаненко. Совместно с руководителем администрации Щелковского района Алексеем Валовым он осматривает Монинское предприятие. Молочный цех и коровки, конечно, главная гордость предприятия. Однако есть на ферме и много других животных. От коз и овец до кур и перепелок. Также предприятие располагает внушительным земельным фондом – более 12,5 гектаров. Участки земли регулярно обрабатывают, выращивая овощи на продажу и корм для скота. Подкармливают питомцев и обычными продуктами, например, остатками с производства предприятия Щелкова хлеб. Так сказать, отечественный производитель поддерживает отечественного производителя. Однако для дальнейшего развития хозяйства, как отметил министр, необходима и поддержка со стороны властей. Задача глав на сегодняшний день, и я думаю, что пока у них это получается, в ручном режиме сопровождать таких фермеров, поддерживать их. И если есть земля, которая еще не работает на сегодняшний день, то землю им предоставлять в аренду. Сейчас поработает Минпотреб рынка, поработает Минимущество. Я думаю, что будет принято решение о том, чтобы каким-то образом, по какому-то льготному варианту для сельхозпроизводителя предложить возможности по продаже продукта напрямую потребителю. Большая работа в этом плане была проведена с другим фермерским хозяйством Щелковского района, которое также в рамках выездного совещания посетил Алексей Валов. Вот уже больше года на улицах города Щелково можно увидеть так называемые молокоматы, в которых продается свежая продукция СПК «Новая Литвинова». Отдельный руководитель администрации поблагодарил предприятие за социальную направленность. Ну вот такой достаточно интересный сюжет. Все-таки хоть и считается, что наш регион – это зона рискованного земледелия, вообще ведения сельского хозяйства, тем не менее все не только развивается, но и то, что есть, но и планируется строить дальше. Вот вы уже сказали буквально на мази, как говорится, «Фрянова агро». Если можно, то чуть более подробно чем будет заниматься эта компания. Ну, как я уже упомянула, «Фрянова агро» мы планируем ввести сейчас в оборот порядка полутора тысяч гектаров земель сельхозназначения. Они будут заниматься исключительно сельскохозяйственной продукцией. Это дочерняя компания «Аграхим», это все будет под ее эгидой. Сейчас уже в стадии заключения соглашения с губернатором, то, о чем я ранее упоминала, что земельные участки предоставляются без аукциона, когда идут уже большие инвестиции. Основное направление – это зерновые культуры, это бобовые культуры и выращивание картофеля. Причем, как говорит «Фрянова агро», порядка 50% всех площадей будет как раз выращиваться, на 50% выращиваться картофель. Так что наш район и ближайшее Подмосковье, и даже все Подмосковье будет обеспечено картофелем, нашим щелковским картофелем. Ну вот, как известно, все равно для производителя в первую очередь, ну и, естественно, и сельхозпроизводителя тоже, конечно, самая главная, главная боль – это вопрос реализации продукции. Вот эта тема прозвучала как раз в сюжете. Да, вот то, о чем упомянул руководитель. Алексей Васильевич сказал, что будем создавать более благоприятные условия для своих. Для того, чтобы напрямую, да, помог. Да, вот что будет еще сделано. Сельхозпроизводитель мог свою продукцию реализовать напрямую, довести ее до потребителя. Ну вот, как сказал Алексей Васильевич, мы встречаемся с потребрынком, с Министерством инвестиций и инноваций, и постоянно обсуждаем эту тему, эту возможность не прибегать к каким-то посредникам, а напрямую вставлять продукцию. Администрация держит это на контроле, но мы пытаемся эту тему развить. Для того, чтобы нашим все-таки сельхозпроизводителям, это непростое дело, самое главное не только произвести, но также успешно реализовать свою продукцию, для того, чтобы она дошла до наших потребителей, нашла своего покупателя, дошла до наших прилавков. Ну да, ну вот такое же новшество, как мы увидели в сюжете, так называемые молокоматы. Молокоматы, да, СПК Новая Литвинова. СПК Литвинова это крупный рогатый скот, Новая Литвинова это молокоматы. Помимо этого успешно на территории нашего района работает ООО Орловское по производству яйца и кур. Помимо этого Агротехмаркет, производство огромное предприятие, которое в ближайшее время планируется к модернизации, к дополнительному развитию, будут построены новые корпуса. Я хочу сказать, что наш район является привлекательным для развития и ведения сельского хозяйства. Плюс ко всему в этом году мы сейчас выявили неиспользованные земли, которые администрация сейчас оформляет, ставит на кадастровый учет. И также в дальнейшем мы их предложим к реализации под любые сельскохозяйственные проекты. Это порядка полумиллиона гектар земли сельскохозяйственные. Ну вот если вернуться опять же к реализации продукции, одно дело, я говорю, какие-то новые формы, те же молокоматы, создание новых торговых точек фирменных, допустим, наших предприятий. Ну а вот такие крупные торговые сети, с ними можно договориться? Просто вот у меня такое свое собственное наблюдение. Вот скажем, в наших сетевых магазинах, ну я не боюсь назвать их, да, никакой рекламы. Те же Пятерочка, Дикси, Глобус. Там, например, можно встретить продукцию щелковых хлеб. Ее можно встретить и в Москве, и в других образованиях. Ну я думаю, да, это уже непосредственно прямые договора производителя. Вы имеете в виду, можем ли мы оказывать содействие? Ну а вот, например, в соседней Ивантеевке, например, в той же Пятерочке, и в тех же магазинах щелковых хлеб нет. Это какой-нибудь бойкот или просто нет договора? Нет, ну это не бойкот, это, конечно, нет договоров. Вот нет договоров между производителем и теми же сетевыми магазинами. Но я думаю, сейчас Министерство инвестиций и инноваций, оно создает очень благоприятную зону для взаимодействия между, прямое взаимодействие между производителем и торговыми сетями. Вы знаете, ведется также огромная работа, и все направлено на то, чтобы именно наш производитель пришел напрямую в эти сети. Может быть, сейчас идет период становления, но, видимо, в ближайшее время все-таки мы придем к этому. В связи с тем, что у нас сейчас большое импортозамещение, и, безусловно, мы пытаемся убрать, ну, как вы говорите, какие-то препоны, может быть. Но это не так все просто, и это не решается, наверное. Одним днем. Одним днем. Поэтому, безусловно, правительство Московской области тоже озабочено этой проблемой, и эта проблема решается. Ну и в завершение экономической темы хотелось бы спросить о таких, может быть, каких-то новых формах развития, скажем, малого и среднего предпринимательства. Про крупный бизнес уже все ясно. Про средний более-менее тоже, в общем-то, и обороты, цифры вы назвали, да, уже даже много миллиардные рабочие места. Понятно, что 80 мест рабочих на одном предприятии – это не так много, но все-таки это несколько десятков, опять же. Ну, учитывая то, что у нас сейчас высокотехнологичные все производства, конечно, за количество рабочих мест оно, наверное, не очень большое. Но, тем не менее, тысячу рабочих мест, которые мы планируем создать до конца этого года, на мой взгляд, цифра достаточно весомая. Ну, вот малое предпринимательство, как раз, если вы уже завершите тему, да, скажем, там, до 50 человек, так скажем, да, обычно идет эта формулировка. Какие-то вот новые формы у нас появляются, скажем, экотуризм, да, какие-то, не знаю, базы отдыха. Да, к нам обращаются предприниматели, которые готовы вот как раз заняться этим экотуризмом, плюс ко всему там фермы какие-то, да, природные, природные экскурсии, что-то либо еще. Я знаю, что успешно реализован этот проект, если я не ошибаюсь, в Калужской области. Вот как раз на одном из последних инвестчасов Алексей Васильевич обратил на это внимание и предложил присутствующим предпринимателям как раз рассмотреть возможность реализации вот такого проекта. Присутствовало несколько предпринимателей, они с удовольствием ухватились за эту мысль и обещали в ближайшее время представить нам свои проекты на рассмотрение. Что касается малого предпринимательства, я хочу сказать, что у нас существует программа поддержки малого предпринимательства Селковского муниципального района. Эта программа направлена на предоставление субсидий. В прошлом году порядка 4,5 миллиона было предоставлено на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу. У нас порядка 5 организаций участвовали в этом конкурсе и успешно получили эти средства. Эти средства направляются на возмещение процентов от кредитов либо на погашение, соответственно, также сумм на покупку оборудования. В этом году мы эту сумму практически увеличили в два раза. Это порядка 12 миллионов рублей. Но надо отметить, что это не только деньги бюджета Селковского района. В основном это деньги федеральные, Московской области и Селковского района. Помимо этого мы предоставляем скидку на аренду помещений малому и среднему бизнесу. Сейчас у нас в работе находится такая форма новая появилась, каворкинг-центры. Это создание рабочих мест полностью оборудованных. Это небольшие помещения, где стоит компьютер, стол. И вот любой человек, любой предприниматель, малый, это может быть один человек, либо два, может воспользоваться этим помещением. Каворкинг-центры это достаточно сейчас распространенные формы. И мы в этом году планируем создать в себя такой вот каворкинг-центр. То есть не на постоянной основе, да, арендовать, а вот попользоваться какое-то время. Это можно арендовать на час, на два, на день. То есть ты в любой момент можешь прийти, тебе необходимо свое рабочее место, либо, может быть, поработать, либо встречаться, организовать встречу. Пожалуйста, милости просим. До конца года мы уже подобрали помещение и сейчас изыскиваем средства для того, чтобы оборудовать этот центр. Спасибо, Ирина Витальевна. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Напомню, что сегодня в гостях у меня первый заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Ирина Иванова. Ждем вас. В гостях у меня первый заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Ирина Иванова. Еще раз добрый вечер, Ирина Витальевна. Напомню, опять же, нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. Как я уже сказал в начале программы, одно важное направление вашей деятельности мы отыграли, но еще не менее важное, не менее серьезное, наверное, может быть, даже более близкое и сложное для наших жителей. Это, конечно, предоставление жилья всем нуждающимся, в первую очередь, конечно, тем, кто стоит на учете по причине ветхости и аварийности жилого фонда. Понятно, что и в городе, в нашем райцентре таких семей много, и в целом по району тоже. Насколько у нас реализуется эта программа по переселению тех, кто живет, так скажем, в не очень человеческих условиях? Да, скажем так, в не очень человеческих условиях. Сегодня на территории нашего района проживают порядка полутора тысяч человек в аварийных домах, это 26 домов, и где-то около 8 тысяч человек проживают в ветхих домах, это 257 домов. Хочу отметить, что мы ведем планомерное переселение из ветхого аварийного фонда, что все переселение у нас реализуется посредством реализации инвестконтрактов. На территории нашего района существует 8 инвестконтрактов, а также, плюс ко всему, договора о развитии застроенных территорий. Что мы реализовали на данный момент? В этом году переселен насосный завод дом номер 6. Векострой нам предоставила благоустроенные жилые помещения, и два дома были уже переселены. До конца второго квартала будет переселен аварийный дом по гостиному переулку номер 3, дом номер 3, Парковая улица 29. Очень давний проект, который был заключен еще в 2006 году, инвестпроект, будет реализован новая фабрика 4 и новая фабрика 7. Бывшая конюшня, как ее называют? Да, бывшая конюшня, да. Безусловно, это наша головная боль. В прошлом году, в 2014 году посетил наш район губернатор, и мы приложили все силы для того, чтобы переселение началось. И вот хочу сказать о том, что до конца третьего квартала эти два дома будут переселены. Инвестор успешно вышел на площадку и готов нам уже к концу третьего квартала предоставить эти помещения. А куда они переезжают? В Потапово? Нет, они переезжают не в Потапово. Дело в том, что они переезжают в том же микрорайоне, заканчивая строительство дома, куда и будут переселены наши жители. Ирина Татьяновна, мы еще вернемся, конечно, к этой теме. Просто у нас есть звонок нашего зрителя. Давайте послушаем, ответите на вопросы. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я имею участок в числе соток. Я хотела бы принести забор немножечко вперед. Ну, сотки, наверное, на две, соответственно, прирез к своему участку. И на стадии участка у меня там свободная земля есть. И тоже бы хотела бы прирез к своему участку сотки четыре. Вот я бы хотела узнать, как мне нужно помнить документы, как я могу заявление подать, куда мне обращаться, в какой порядок числе. Спасибо за вопрос. Скажите, пожалуйста, сразу же, земельный участок в собственности? В собственности. В собственности. В собственности. Соток у меня в собственности. Ну, увеличить, да, мы немножко перескочили по теме, но все равно это ваше направление. Сейчас нам новое законодательство, земельный кодекс, который был принят в марте прошлого года, позволяет присоединить прилегающий земельный участок, так называемое перераспределение земли. Если у человека в собственности находится земельный участок, то он имеет возможность перескочить, ну, пререзко нет такого сейчас понятия, называется это перераспределение земельного участка. Соответственно, заявитель делает межевание новой территории и выкупает часть перерезаемого земельного участка за 50% кадастровой стоимости. Собственно, раньше, ну, это заменяет договор купли-продажи, то есть получение земельного участка в собственность. Так как в связи с новым законодательством не предусмотрено предоставление в аренду без аукционных процедур, то перераспределение позволяет данный земельный участок получить себе в собственность. Ну, при этом, конечно же, заплатив за него 50% от кадастровой стоимости. Ну, естественно, если не будет возражений со стороны соседей. Со стороны соседей, безусловно, не будет возражений со стороны Министерства имущественных отношений. При этом земельный участок не должен превышать площадь собственного земельного участка в связи с тем, что если он может быть сформирован как самостоятельный, то мы тогда не сможем его предоставить. Если же этот земельный участок не может быть сформирован как самостоятельный, если это земельный участок, которым заявитель пользуется, заборчик стоит, что-то там его обустраивает, благоустройство этого земельного участка. Поэтому мы имеем такую возможность перераспределить, и заявитель получит его непосредственно в собственность. Спасибо. Ну, давайте вернемся к жилью. Все-таки, да, мы еще не закончили по поводу ветхого и аварийного. Упомянули так называемую конюшню. Новая фабрика 4, да, действительно, там когда-то была конюшня, но, естественно, еще в царское время до революции. Ну, а второй объект тоже такой имеет фольклорное название казарма, я имею в виду 1-й советский 19, который даже немножко там кое-что у нас обрушилось в конце прошлого года. Ну, да, слава Богу, быстренько все обладили, да. Но, тем не менее, сколько еще ждать нового жилья? Ну, как, наверное, все уже жители знают и видят, ведется строительство нового дома практически в том же месте. Жителям не придется никуда переезжать, это практически на соседние улицы. Строители планируют завершить дом к концу этого года. И в начале 2017 года мы планируем переселить всю нашу казарму в новые благоустроенные квартиры. Порядка 323 семей, 700 человек будут переселены в новый дом. Поэтому мы успешно, на мой взгляд, этот проект тоже реализуем в начале следующего года. Ну, я напомню нашим зрителям, те, кто не знает об этом доме, да, это Краснознаминская улица, прям совсем рядышком, действительно, параллельно с 1-м советским, Краснознаминская 17. Ну, вот, если можно, чуть подробнее об этом проекте, знаю, к нам очень пристальное внимание, даже и областные власти проявляют, и губернатор Андреевич Воробьев там был. Ну, губернатор Андреевич Воробьев, очередной раз посетив наш район, ну, не удивился, конечно же, но дал поручение изыскать возможность найти земельный участок. К администрации приложила все утилия, вот, мы подобрали земельный участок, было очень непросто, в связи с тем, что найти земельный участок для строительства такого большого дома, все-таки, очень сложно. Тем не менее, мы его сформировали, согласовали, выставили на аукцион, потому что по-другому мы не могли его предоставить. Ну, и вот, аукцион выиграла компания ПИК, как уже всем известно, сейчас она успешно ведет строительство. Так что, сделано это было в максимально короткие сроки. Конечно же, Андрей Юрьевич нам, безусловно, в этом помог, правительство Московской области нас поддержало. Не так давно Андрей Юрьевич вновь посетил наш район, мы общались с жителями, посмотрели строительство этого дома, руководство ПИКа, понимая высокую социальную значимость этого проекта, также посещает наш район, контролирует строительство. В общем, все под контролем правительства Московской области, Министерства строительного комплекса. Вообще, сам проект очень интересный. Ну, во-первых, да, скорость, конечно, скорость космическая, наверное, я бы так сказал, что еще год назад ничего не было. Да, вы знаете, даже Министерство строительного комплекса, мы где-то в связи вот все-таки с непростой экономической ситуацией в стране, вы знаете, произошли некие события, рабочие, не все могли попасть в наш регион для того, чтобы осуществлять строительство. И мы как-то испытали некую озабоченность по поводу окончания сроков строительства. Ну вот, как показало время, под чутким контролем администрация, а также правительство Московской области, темпы строительства не снижаются. Вот график выполнения работ, он находится на контроле, и строители его не нарушают. Они запланированы, запланируют сдачу к концу года, и я думаю, что мы успешно введем этот дом к концу года. Если можно, я вот несколько цифр назову, опять же, по поводу этого дома. Я просто сам действительно сам восхитился. Губернатор был у нас в конце февраля, как раз на этом объекте. И как раз он говорит, что да, вот уже построено 5 этажей. Сейчас конец мая, 3 месяца прошло всего. Я сегодня насчитал 12 этажей, так что... Да, но темпы очень стремительные, и все-таки, да, группа компании ПИК выполняет взятые на себя обязательства. Проект, безусловно, очень социальный. Хочу отметить, что из 4-х 60 квартир, которые в этом доме будут находиться, 323 уйдут на переселение нашего с вами казарма. Ну, вот, кстати, завершая тему этого дома, да, даже в интернете, в социальных сетях, у нас обычно там же любят все это критиковать, высказывать свое мнение. Вот, буквально в один голос все говорят, какой интересный проект, как дом не похож на все остальные наши востроки. А что-то выделяется среди наших востроков. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем нашего зрителя. Вы в эфире, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, да. Слушаем вас, говорите. У меня родственники проживают на гостином Турии. Дом ее администрации прибыли на аварийном, находятся в ужасном состоянии. И хотелось бы узнать, когда планируется все-таки переселение? 10 лет обещают и так не выселят? Ну, видимо, вы не слышали наш буквально разговор 10 минут назад, где я сказала, что гостиный переулок дом 3, он планируется к переселению уже у нас в ближайшем третьем квартале. Инвестор передал нам эти квартиры, и сейчас мы уже ведем переселение. Может быть, просто ее заявитель еще, собственно, не дошла до него очередь, мы все к себе приглашаем и предоставляем. Предоставляем смотровые ордера, житель смотрит, если его все устраивает, то мы переселяем. Жители будут переселены в Гагаринский микрорайон, там, где у нас осуществляется строительство века строй. То есть в ближайшее время вы будете получить благоустроенное жилье. Я думаю, что вот до конца третьего квартала. Ирина Григорьевна, ну вот, насколько я помню, с 1 января прошлого года, 15-го, да, как раз распределение жилья передали на областной уровень, и вроде как юридическая формальность немножко повлияла на сроки сдачи жилья, поэтому, наверное, не все наши жители. Не перераспределение, я хочу уточнить, да, оформление исходно-разрешительной документации, да, выдача разрешения ГПЗУ, разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию, все, конечно, все эти полномочия с января прошлого года были переданы правительству Московской области. Поэтому сейчас все документы, соответственно, подписывают правительство Московской области, но, тем не менее, мы даем свое мнение, это принцип второго ключа, как габарит губернатор, мы все строительство держим на контроле, поэтому администрация участвует полностью во всех проектах. Мы своих жителей не бросаем. Естественно, да, поэтому я тоже хочу успокоить наших жителей, да, что все состоится, никаких долгостроев не будет, никаких обманутых дольщиков, тем более, просто, ну, такой небольшой юридический момент, да, повлиял, конечно, на немножко на сроки сдачи. То есть, что с того закона о передаче полномочий, все полномочия по строительству, ну, в том числе и по земле, были переданы правительству Московской области. Ну, вот, раз вот так плавно подвели как раз земельный вопрос, давайте поговорим теперь о предоставлении участков. Вот был вопрос, был вопрос нашей зрительницы, да, о том, как увеличить уже имеющуюся площадь, да, ну, а вот мы поговорим о том, как не увеличить площадь, а как только получить участки. Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о программе обеспечения землей многодетных семей. Как решается эта программа в нашем районе? Программа, на мой взгляд, решается очень успешно. На 1 января этого года у нас стало на очередь порядка тысячи многодетных семей, 1090 семей. В прошлом году мы обеспечили 840 многодетных, на настоящий момент это порядка 900 многодетных уже у нас обеспечено. Что касается дальнейшего предоставления, сейчас мы подобрали участки, формируем, ставим на кадастровый учет и до конца года, я думаю, мы указ президента обеспечения многодетных семей бесплатно земельными участками, конечно же, успешно реализуем. То есть все, ставшие на учет наши многодетные, будут обеспечены земельными участками. Помимо этого, к нам еще обратились, обращался Звездный городок, обратились многодетные Фрязина на встречу губернатора. Наш руководитель также принял этого внимание. Мы сейчас рассматриваем возможности с отсутствием земельных участков в этих районах, в городских округах предоставления многодетным нашим соседям. Возьмем их под свою опеку. У нас еще один звонок есть, достаточно активно сегодня зрители. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит многодетная мама. Не так давно наша семья пополнилась на ученик. Семьи хотелось бы о вас узнать. Стоит ли нам рассчитывать на то, что земельные участки нам предоставят? Просто хотелось бы иметь свой земельный участок. Подождите, рассчитывать, конечно, стоит. У вас пополнилась семья. Как я понял, совсем недавно. Совсем недавно, да. Вы соберите весь необходимый пакет документов, приходите. Мы поставим вас на кадастр... Ой, господи, простите, на кадастрый учет. На очередь. На очередь. И как я уже чуть ранее сказала, у нас есть возможность до конца года всех наших многодетных обеспечить. Я думаю, что и вы в этом году получите земельный участок. Спасибо. Приходите. Спасибо. У нас есть еще один видеосюжет как раз по теме предоставления земельных участков многодетным семьям. Просто так иногда зачастую бывает, что не все очень хорошо складывается на этом участке. И, соответственно, в сюжете пойдет речь о том, как решать эти проблемы. Давайте посмотрим репортаж. В деревне 2-я Алексеевка руководители районной администрации ждали представители инициативной группы многодетных семей, получивших здесь земельные участки по губернаторской программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас всех видеть. Людям очень нравится выделенная им территория. Но вот беда. Часть ее заболочена. Особенно это проявляется в период паводка. Раньше эти поля обрабатывались, но в последние годы по прямому назначению не использовались. Все заросло, образовался поверхностный слой, который не позволяет воде уходить. Мы подобную роду работу проводили в Турбино. Также делали водоотводные канавы, уводили воду, и она уходила в ручей. И там и ручей сейчас у них течет, и как бы воды нет. Руководитель администрации пообещал людям провести комплекс работ по осушению поля, чтобы они смогли начать осваивать свою землю. Если чей-то участок окажется совсем непригодным, его заменят. На благое дело для тех, кто поддерживает положительную демографическую ситуацию в районе, землю найдем, заверил Алексей Валов. Сделаем проект водоотведения поверхностных вод, проведем инженерные работы, и участок будет готов к тому, чтобы на перспективу на будущие годы не быть затоплено. Житель всегда прав, как говорит наш губернатор. Поэтому мы должны слышать жителей, слушать и слышать. Мы услышали. Вот такой, может быть, немножко частный пример, не характерный для всех остальных, но, тем не менее, бывает это не только в Огневском поселении, но и были в Труберманске. Да, к сожалению, вот бывает. Вы знаете, когда мы подбирали данный земельный участок, мы посмотрели его, была осень, никакого подтопления не было, никакой воды не было. Я лично выезжала с сотрудниками, мы с главой поселения смотрели этот земельный участок. Прекрасное место на берегу реки, знаете, отличный ландшафт, очень приятное место. Мы решили, что многодетным там будет уютно. Но вот как оказалось весной, после того, как снег сошел, вы вот видели сейчас всю жизнь, и действительно наблюдается некое подтопление. И Алексей Васильевич уже отметил в сюжете, что мы, безусловно, проведем все работы и постараемся эту проблему исключить. Но в том случае, если где-то какие-то земельные участки нам не удастся все-таки увезти в воду, то мы, безусловно, их заменим. Помимо этого, я вам хочу отметить, да, действительно попадаются земельные участки не совсем пригодные. Многодетные к нам обращаются, и такие обращения есть. Мы всегда идем навстречу, мы понимаем, что человек не может освоить земельный участок, например, который вдруг случайно оказался в овраге. Так как все-таки и зимой бывает формирование земельных участков, и кадастровые инженеры не всегда, понимаете, видят, что там может скрыться овраг или та же вода. Поэтому такие случаи у нас есть, мы все их решаем. И пусть наши многодетные мамы не переживают. Я знаю, что они ко мне на прием приходят, и к Алексею Васильевичу, и наше земельное управление, вопросы все будут решены. Хочу заверить наших многодетных мам. Ну, вот еще одна проблема, которая касается вот этих вновь осваиваемых участков, это, конечно, транспортная доступность. Это, конечно, и дорог, во-первых, там не везде хватает, и транспорт не ходит. Насколько я знаю, там в Афрянском поселении такая проблема, вроде даже местные власти хотят пустить дополнительную маршрутку. Но дороги самое главное, конечно. Дороги, да. Вы знаете, конечно, участки это одно, мы их предоставляем, но мы должны, конечно же, обеспечить наших многодетных инфраструктурой. Администрация эту проблему знает, мы над ней работаем, у нас строительный комплекс непосредственно занимается, мы выезжаем на место. Вот сейчас мы уже на нескольких территориях отсыпали дороги, мы занимаемся постановкой на кадастровый учет, для того, чтобы откадастрировать, принять их себе на баланс, и, соответственно, в дальнейшем обслуживать. Что касается транспорта, тоже вопрос будет решен, мы подадим заявку, пустим новые маршрутки, мы наших многодетных не оставим, потому что, вы же сами понимаете, и мы прекрасно понимаем, что предоставить земельный участок – это одно, а, как правило, это обособленный земельный участок, может быть, где-то рядом с деревней, может быть, чуть подальше, но мы должны обеспечить всех инфраструктурой, это наша задача, мы над этим, безусловно, работаем. Тем более, что если мамы, может быть, еще сидят с детьми, со своими, то папа-то работает, им надо тоже куда-то ехать и видеться с семьей тоже. Да, 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 вот сегодня у меня была на приеме мама, действительно, она столкнулась с одной небольшой проблемой, мы ее обсудили, разобрали, знаете, нашли решение, и я считаю, все вопросы решаемые. Надо просто обратиться, но не всегда мы сразу можем увидеть среди, например, выделенных 100 участков где-то какое-то неудобие. Поэтому я всегда говорю, обращайтесь, пожалуйста, мы никого не оставим без внимания. Ну и вот завершая тему, я просто хочу продолжить, может быть, вопрос нашей зрительницы о том, у которой произошло внезапное пополнение в семействе, то есть как это делается, вы уже сказали, но вообще, насколько просто получить земельные участки, сколько времени это занимает вообще все оформление. С момента, так скажем, появления третьего ребенка в семье. С момента появления мама собирает весь необходимый пакет документов, обращается к нам в администрацию, мы проверяем все документы, ставим на очередь, а что касается предоставления, это происходит достаточно быстро. Время занимает процесс формирования земельного участка. Мы подобрали на данный момент несколько участков, сейчас мы их сформируем, ну, наверное, на это уйдет порядка трех месяцев. Сначала мы отыграем конкурс, выберем кадастровый инженер, он нам сформирует участок, дальше мы его поставим на кадастровый учет, а уже сам процесс предоставления, согласуем, в Министерстве научных отношений, он занимает, ну, порядка двух недель. Самое большое время занимает именно процесс формирования. Процесс предоставления – это подготовка и подписание постановления, предоставление, собственно, бесплатно, согласно указу президента. То есть это не занимает много времени. Как только у нас земельный участок сформирован, нам предоставляется список, и мы тут же их все распределяем. – Ну, и если вот еще один вопрос касательно получения земли, так скажем, не по программе многодетных семей, что действительно реализуется у нас успешно, ну, а так скажем, для простых смертных, вот приехал я из другого района или из другого региона, или живу я в Щелково много лет, да, но в городской квартире. Хочу получить участок, хочу жить на земле. Насколько реально мне это сделать? – Реально, не так просто, как казалось бы, но реально. Мы формируем списки, ставим на очередь, дальше также изыскиваем земельные участки, их формируем, для этого нам необходимо создать товарищество собственников, не жилья. И после того, как мы все-таки найдем и сформируем земельный участок, далее согласуем в Министерстве имущественных отношений, мы будем предоставлять по уже сформированным спискам. Желающих у нас много, но это что касается коллективного садоводства, что касается индивидуального представления, то любой человек может обратиться, сформировать схему земельного участка и обратиться за предварительным предоставлением и утверждением. Но дело в том, что в связи с выходом нового земельного кодекса мы уже не предоставляем без аукциона, все предоставляется посредством аукционов. Вот это, конечно, большая сложность, потому что мы предварительно информируем. В том случае, если никто не заявился на это предварительное информирование, человек может получить этот земельный участок без аукционных процедур. Но, как показывает практика, эта практика уже сложившаяся, существуют, заявляются желающие поучаствовать в аукционе. И тогда уже... Конкуренты. Конкуренты. Прецеденты, конкуренты, и человек уже вынужден участвовать в аукционе. Но, к сожалению, новое земельное законодательство нам дает возможность получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство только вот в таком визе. Тут уже, как говорится, не избежать нам этих условий, поэтому обращаются, пусть наши заявители, сформируем схему о предварительном согласовании. Вполне вероятно, что кто-то не заявится, либо не придет участвовать в аукционе. Определяется стоимость земельного участка, она вполне реальная. И, я думаю, что не составит больших трудов получить этот земельный участок. Просто для нас эта процедура, понимаете, еще очень новая. И, ну, как вам сказать, человеку это непонятно, все пугаются, но как же так пойти на аукцион, поучаствовать. Дело в том, что я хочу сказать нашим телезрителям, что не надо этого бояться. Ничего страшного в этом нет. Формируйте земельный участок, обращайтесь за предварительным согласованием, мы опубликуем. Вполне вероятно, что больше никто не будет претендовать на ваш земельный участок. Вот сейчас такой принцип предоставления земельных участков. Ирина Григорьевна, большое спасибо вам за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была первой заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Ирина Иванова, которая ответила на все интересующие, надеюсь, у вас вопросы, потому что звонков больше не было, все темы, вроде как, основные мы осветили. Еще раз вам большое спасибо. Напомню, это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!